всем привет сегодня будет видео о моем туалетном столике об организации и хранение вся мебель которую вы видите с икея а я живу в украине но заказываю через посредника кресла тоже языке органайзеры из разных мест абсолютно буду рассказывать по ходу давайте расскажу сначала по стеллажам до что на стеллажах и потом расскажу что собственно в туалетном столике что касается этого стеллажа здесь цветы мы забрали цветы кстати со старой квартиры теперь их нужно немножко привести в порядок дальше вот такая вот лампадка или как ее называть сайт икея здесь были сердечки и они к сожалению полиняли пока не оттирается не знаю может вы подскажете чем это отмыть просто цвет въелся в само покрытие дальше здесь конечно обычно чашка не стоит просто видео предполагается долгим поэтому я сделала кофе и внизу стоит вот такая вот рамочка с юзка мне очень нравится эта надпись поэтому я не вставляю сюда никакую фотографию она такая немножко под старину дальше у меня дальше здесь уже не совсем закрывается ящик с моими маникюрными принадлежностями самом низу органайзера нет это коробки из-под постельного белья more clear и здесь хранятся пустые баночки сейчас буду снимать кстати и пустые баночки для вас завтра обязательно залью слева также здесь находится цветок здесь вот эти вот всякие разные парфюмчики которые я тестирую здесь находятся кисти кисти грязные кисти чистые я храню раздельно потому что не хочется потом все сразу мы здесь в подсвечники или как это назвать стакане из подсвечи хранятся мои бьюти блендеры чтобы не пылились дальше здесь лежат ароматы и мои и мужа ниже немножко стоит вот такой вот кейс с бижутерии кейс алиэкспресс но стоит он сейчас на по этому курсу просто каких-то нереальных денег поэтому ссылку оставлять не буду если вы знаете где можно приобрести такой кейс немножко подешевле может быть не с китая может быть где-то у нас они продаются и такого более лаконичного дизайна желательно в белом цвете то напишите пожалуйста внизу потому что он здесь никак не вписывается и в гардеробной он тоже не вписывается по своему дизайну кроме того у меня здесь вот ребенок оторвал этот шкафчик и поэтому он уже не держится поэтому собственно он стоит не таким образом а вот таким вот дальше очиститель для кистей я вам о нем рассказывала и здесь внизу также стоит органайзер со всякими разными приспособлениями для волос которыми я практически никогда не пользуюсь что касается того что находится на самом туалетном столике здесь в органайзере стоит все что я вам очень подробно показывала в бьюти завтраки со сводчами единственное чего здесь не было это палетка вот это вот гуэн стефани от urban decay когда мне нужно сделать простой макияж я делаю его палеткой dior вы спрашивали какой оттенок 647 оттенок сейчас покажу что там внутри вот и когда вам нужно более что-то сложное то я использую вот эту вот палеточку как видите очень активно и каждый цвет вчера кстати делала стрелочку с вот этим вот оттенком такой серо-фиолетовый что ли очень мне понравилась эта стрелочка приятный цвет и вот эти вот тенюшки это если я делаю обычный простой макияж не urban decay не dior именно в этом исполнении не нуждаются ни в каких базах поэтому очень быстро и очень легко делать с ними макияж все показывать помадки и все что здесь стоит подробно я вам не стану потому что было отдельное видео собственно со всеми сводчами а вот что находится собственно в самом туалетном столике мы с вами очень подробно разберем здесь у меня поместилось два органайзера с икея которые вы мне советовали вообще они предназначены для вилок ложек и всяких кухонных принадлежностей но они действительно сюда очень хорошо стали очень хорошо вписались лучшее ли это хранение нет это не лучший вариант потому что они довольно таки громоздкие и мне нужно что-то менее перепончатые и не знаю как сказать но лучше действительно найти сейчас я не могу если я найду что-то лучше то обязательно вам расскажу и вот здесь вот видите с краешку вот здесь вот получается пустой промежуток да то есть двух органайзеров немножко не хватает на ширину поэтому здесь у меня всякие разные палеточки и крема для рук сейчас буду все более подробно показывать давайте слева направо пойдем условно весь стол можно разделить на 5 вот таких вот делений что ли здесь у меня готов к использованию спонж от real technics для кушанов показывала вам его недавно в своих покупках и тональные основы из тональных основ у меня здесь виджи это не все тональные основы есть некоторые которые хранятся к лету там рабориан еще что-то покажу вам когда мы к ним дойдем опять же виджи так биотерм биотерм мак минералайз я очень любила его прошлой весной не знаю вернусь ли в этом году к нему мне кажется он немножко начал портить мою кожу новый тональный крем от ламель почти закончился уже fit me всем известный биби крем от миша у меня в оттенке 21 и здесь довольно таки большой спф видите 42 также у меня здесь немножко осталось тонального крема от герлен линджери депо сейчас я пользуюсь новой версии которая аква ньют и аква ньют мне нравится куда больше чем линджери депо и два хайлайтера от ламель они больше никуда не помещаются поэтому хранятся пока здесь ближе к вам сюда находятся помады здесь просто полнейший хаос поэтому буду показывать вам понемножку я выбрала 6 помад которыми пользуюсь на этой неделе на следующей неделе я их заменю поменяю на другие какие-то 6 помад и буду пользоваться другими так в данный момент что здесь находится это clorans которая осенняя коллекция оттенок называется 756 guava также от clorans у меня есть знаменитая помада которую миллион раз уже показывала это уже вторая у меня 750 lilac pink вот так вот она выглядит уже активно ею пользовалась но спрятала чтобы пользоваться чем-то другим так дальше у меня здесь новая помада от лореаль в оттенке 640 как видите помады я очень люблю это матовая помада очень комфортно носится делала они кстати отдельный пост в инстаграме две помадки от ламель 05 и 06 оттенок это такие достаточно темные помады на выход но тем не менее они очень насыщенные и очень красиво ложатся без проплешек десятый оттенков красного это mid matte от the balm я показывала вам его в распаковке devoted оттенок показывала вам его в распаковке beauty box от parfums дальше nubo millibachi всем известная в седьмом оттенке оттенок который вам всем очень нравится это лореаль номер 407 очень красивый красный малиновый я не знаю как его назвать в общем красный с синим потоном он очень выбеливает зубы в нем очень много синего пигмента и зубы получаются реально белоснежными с ним следующее это масло для губ от vsl у меня в оттенке номер 4 это такой ярко-розовый оттенок вообще он полупрозрачный но реагирует на ph и становится темнее дальше новая помада от герлен жидкая у меня в оттенке m71 вы знаете что она мне не очень понравилась это осенняя коллекция была дальше мой любимый бальзам кларанс экламент следующий кларанс глосс продиджи номер 11 все таки не оставляю надежды им пользоваться вот эта вот помадка от римель была недавно в бьюти боксе от вандербокс вы спрашивали оттенок номер 43 и теперь остался вот этот вот ящичек там ящичек из-под парфюма джамалом первым делом здесь лежит скраб от ламель это единственный скраб в стике который у меня есть поэтому пользуюсь с большим удовольствием очень компактный кларанс я вам уже показала lip glow от dior заканчивается приобрету теперь что-нибудь из новой коллекции здесь ну вот собственно это и все что осталось у меня был стандартный в оттенке 001 сейчас он тоже есть 001 но есть и новые оттенки поэтому мне хотелось бы протестировать что-нибудь более интересное еще одна красная помада от estee lauder в оттенке 340 вот таким образом она выглядит это уже тоже вторая помада от марк джейкобс 216 kiss kiss bank bank вот таким образом выглядит далее здесь новый тинт от виджи в оттенке 228 он собственно так же и выглядит как в упаковке вот таким вот образом здесь затесалась маленькая помадка миниатюрка от oriflame очень похоже на мэйбелли в оттенке divine wine так здесь кармекс dior также с весенней коллекции в оттенке 481 или с рождественской или с рождественской не наверное с осенней с осенней коллекции использовала как видите достаточно много следующее здесь масло от clorans у меня единстве а нет не единственное в оттенке 02 raspberry и еще по моему миниатюра в 01 да honey в 01 honey так дальше здесь несколько бальзамов все бальзамы с сайта iHerb масло ши чистое и вот такой вот блистекс далее что здесь еще есть здесь еще есть красная помада от elizabeth arden две помады от мак в оттенке ластер сироп ластер это наверное я так думаю серия а сироп это название оттенка вот так вот выглядит ой что у нее какой-то налет появился это наверное потому что я ее брала с собой на мороз а потом она опять зашла в тепло так и велва теди очень любимый мной бальзамчик от clorans пользовалась им все лето и отложила вот видите немножко осталось но он тает то есть брать его на жару не рекомендуется он по моему в одном оттенке называется жулибаум и кладу жур тоже реагирует на ph баланс губ масло от lancome уже второй блеск от estee lauder в оттенке nude rose помада от lancome которая rouge in love вот такого вот цвета вот такого оттенка и я уже забыла о ее существовании надо кстати нанести ее на себя вот такая вот новиночка у меня от clinique есть это оттенок 10 punch pop очень полезно делать разборы смотрите такая яркая помада нанесла ее только что на себя вот теперь мне нужны такие босоножки в поддержку этой помаде и все будет просто шикарно едем дальше следующее у нас три отдела первый это всякие мои новиночки которыми я еще не пользовалась здесь было 4 мини спонжа я взяла отсюда один пользуюсь им здесь было 2 мини спонжа от бьюти блендер тоже взяла один один у меня в запасе сейчас у меня в ходу другие спонжи поэтому вот этот вот бьюти блендер лежит здесь кстати видите вот эти вот полоски здесь у меня раньше лежали тональные основы и нет карандаши наверное здесь лежали они размазались и не вытираются не отмываются ни мылом ни спином так новенький иос и несколько несколько новых тушей здесь у меня еще Clorans Supra Volume это тоже новинка прошлой весны дальше это The Balm тушь Меслин Меслин ждет ли это Lancome Hypnose органическая тушь со Herb так я еще и не добралась до вот этого Clorans и еще одна тушь Sopra Volume у меня их получается 2 следующий маленький раздел здесь также находится то что ждет своего часа 3 новых консилера Eraser этот от Maybelline Fit Me от Maybelline кстати мне очень нравится тональная основа Fit Me от Maybelline и настолько же сильно мне не нравится этот консилер и вот такой вот True Match от L'Oreal также здесь 2 почти законченных нужно их добить от Lumine и от Guerlain основа достану ее там на один раз осталось я ее все берегу дальше Dark Circle от Nix такой вот он немножко персиковый очень многим подойдет для удаления темных кругов под глазами ну видимого зрительного дальше MAC знаменитый Studio Fix у меня NC10 довольно таки светлый редко им стало пользоваться с появлением вот этой вот палетки Maybelline я не скажу что Maybelline лучше чем MAC потому что MAC лучше фиксируется но с Maybelline легче работать то есть Maybelline для обычного пользователя а MAC все таки ну такая более профессиональная косметика дальше здесь лежит Cushion от Evrosha его нельзя переворачивать потому что он течет поэтому он лежит здесь и здесь 3 продукта они не новые но я ими пока не пользуюсь это Elf поэтому они лежат и в коробочке собственно говоря это Physicians Formula тоже ждет своего часа пока я возьму на туалетный столик и Cushion от Physicians Formula так и еще забыла вот совсем маленькая баночка праймера Smashbox Photo Finish и последний раздел вот этот вот он очень переполненный поэтому думаю будет легче снимать его именно с такого ракурса сейчас я все отсюда достану и буду понемножечку складывать обратно во-первых я выбросила все точилки оставила только это от Givenchy мне нравится что здесь есть такая штучка в данный момент у меня открыто целых семь тушей это вот две новинки от L'Oreal и от Maybelline две люксовые туши это Clinique High Impact и Dior которая Dior Show две туши от L'Amel и одна тушь от Rimmel вот так вот она выглядит я ею пользуюсь в данный момент кстати если хотите видео о тушах уже третье будет она у меня то напишите пожалуйста внизу в комментариях я обязательно сниму потому что у меня все туши в принципе практически все кроме Clinique они все новые то есть я о них вам еще не рассказывала может кому-то будет интересно и полезно также в данный момент у меня открыто четыре геля для бровей даже нет пять только я не знаю где пятый пять гелей для бровей но я не знаю куда укатился мой гель от Zuiva сейчас если его найдем то положим на место бью у меня на туалетном столике я им пользуюсь NYX это самый любимый на данный момент мой гель для бровей в оттенке Brunette и два бюджетных это Luxe Visage и Essence у Essence очень маленькая удобная кисточка но берите оттенок посветлее потому что этот прямо слишком перетемняет брови и оттенок называется у меня вот 02 Brown Browse вот так вот о Luxe Visage не могу сказать ничего не плохого не хорошего в данный момент дальше у меня пока один единственный вот такой вот маркер для бровей от торговой маркеры Louis я особо в нем не нуждаюсь но если честно мне очень нравятся маркеры для бровей от ковки господи как же это от Beauty Drugs потому что я училась на них да я на них работала и они я не видела еще ни одного маркера который бы уже засох застыл и не работал они такие знаете с ворсистой кисточкой да то есть не с фетровым кончиком а с волосинками да как кисточка как у некоторых подводок в общем то тот маркер мне нравится гораздо больше теперь что касается подводок у меня три подводки от Givenchy в очень интересном оттенке от L'Oreal которая соу кутюр супер лайнер и вот такая вот интересная сенсейшн лайнер и L'Oreal и Maybelline мне нравятся но уже венши понятное дело она на любителя оттенком сейчас я вам кстати покажу оттенок вот такой вот то есть немножко с фиолетовым подтоном но тем не менее мне очень нравится этот оттенок в темном помещении он кажется черным и при дневном освещении он кажется немного таким фиолетовым у меня карие глаза мне кажется что фиолетовый с карими глазами очень даже хорошо смотрится теперь что касается карандашей их достаточно много и это уже после разбора то есть было в два раза больше у меня единственный красный карандаш для губ от Estee Lauder называется он Double Wear вот таким вот образом и оттенок это 07 Red дальше два карандаша показывала вам уже в видео отдельном о L'Oreal очень мне нравятся и они стоят 1 доллар то есть один карандаш 1 доллар это реально круто так что у меня здесь еще карандаш для глаз от Givenchy гелевый мне очень нравится каял водостойкий дальше два розовых карандаша раньше использовала под бровь но сейчас мне больше нравится использовать под бровь различные консилеры это Calistar вот так вот выглядит и или я уже куда-то его пристроила а нет не пристроила и знаменитый карандаш благодаря Крыгиной от Ивроше так дальше два корректирующих карандаша это L'Oreal и Меслин следующие два карандашика от Clorance опять же если хотите о чем-то отдельное видео возможно о карандашах о их текстурах формулах и так далее и тому подобное тоже пишите внизу обязательно сниму дальше карандаш для губ инфайлы был вот этот вот новый от L'Oreal еще один карандаш для глаз от L'Oreal очень мне нравится но я не могу сказать что он супер стойкий или что он водостойкий но у него реально крутой оттенок очень мне нравятся также карандаши от Essence они довольно таки стойкие но я опять же не скажу что они супер стойкие у меня один коричневый один серый так вот серым я пользуюсь гораздо чаще чем коричневым и вчера со стрелочкой с палетки Gwen Stefani вот этот вот оттенок карандаша просто идеально сработал он и не черный и не серый он какой-то интересный в общем-то и вот этот коричневый тоже очень красивый он как бы немножко сатиновый такой видите два карандаша для губ от Miss Lin и от Luxe Visage вы знаете что карандаш от Luxe Visage мне очень нравится вот так вот он выглядит и два карандаша для бровей которыми я в данный момент не пользуюсь двумя пользуюсь этими двумя не пользуюсь это Givenchy и NYX Givenchy он довольно-таки стойкий но он толстый то есть я уже отвыкла пользоваться такими карандашами а вот этот вот пока просто лежит потому что пока я пользуюсь другими карандашками и он довольно твердый а я привыкла пользоваться более мягкими то есть Clinique и MAC мне нравятся больше чем NYX так ну что у нас с вами осталось еще три разделчика два из них полноценных и один вот такой вот маленький с палеточками начнем с дальних ящиков да с дальних разделов и потом перелвинемся вперед здесь у меня всякие штуки которыми я пользуюсь крайне редко но я сейчас вам их все в принципе покажу это мои старые щипцы кстати вы писали что новые щипчики да вот эти вот от L'Etoile они как бы отрезают волосинку у корня и тяжело получается у корня и тяжело получается выщипать на самом деле если вы привыкли к вот таким вот толстеньким краям как здесь то конечно же это происходит у меня до между этими и новыми щипчиками были щипчики от Anastasia Beverly Hills они точно такие же как щипцы от L'Etoile и они мне тоже в начале перекусывали то есть вы просто должны приноровиться к новым щипчикам и тогда все будет замечательно ничего они откусывать не будут дальше Canebo Sensai уже третье лето будет этим салфеткам уже упаковка просто выглядит ужасно но здесь наверное осталось их штук 5-7 не знаю но они выбрасывают поэтому они у меня лежат ждут лето этим летом уже я приобрету новенькую упаковочку дальше у меня здесь подводка от MAC которая называется Black Track на самом деле она не гипер черная да не угольно черная дальше у меня здесь помадка для бровей от ВИДЖИ очень хорошая также хорошая помадка для бровей от Эссенс также у меня здесь вот этот вот блистекс лечебный Элизабет Арден знаменитый Эйт Ауэр Крим пудра для бровей от Арт Деко Меслин еще один консилер под глаза и какие-то тюбики еще так база под тени от Заива здесь немножко осталось у меня которая жемчужная дальше ждет лето сиси крем от Эсти Лаудер ждет лето вот этот вот сиси крем от Эрбориан Эрбориан и ждет лето Like a Doll от Пупа также здесь вот такой вот довольно темный для меня сегодня консилер под глаза от Clorans в дальнем углу этой полочки у нас хранится немного здесь всего лишь термальная вода от Виши и спрей для лица увлажняющий от Элизабет Арден так я надеюсь так удобно будет смотреть я получается поставила камеру на стол и вы видите картинку немножко задам наперед здесь у меня Givenchy я наверное все-таки заклею по вашему совету два отделения более темных и начну пользоваться это кстати оттенок 2 видите здесь такая банановая пудра немножко с розовинкой пудра и хорошего цвета пудра и темная пудра то есть вот эту с розовинкой и темную я бы заклеила и пользовалась бы дальше моя любимая пудра прошлого года это Extra Light оттенок Studio Fix но она не светлая она как раз таки медиум оттенка а вот эта вот пудра от Мак она темновата для меня в данный момент она окисляется просто на моем лице поэтому она ждет лето это оттенок медиум вот таким вот образом она выглядит здесь также рисовая пудра от ПАЭЗе здесь вот эта вот хорошая пудрочка даже небольшая ямка в ней уже получилась оттенок Translucent да транспарантная короче пудра без талька минеральная дальше вот такая вот пудра от Oriflame уже очень старая не знаю буду ли я ее допользовать так дальше у меня здесь бронзер очень крутой пользуюсь им периодически от Physicians Formula это оттенок Light здесь у меня такой вот хайлайтер или подсвечивающая пудра очень хорошая приятная от Physicians Formula и пудра которую я периодически беру с собой потому что это единственная пудра со спонжиком внутри от Pupa выглядит она вот таким вот образом этот отдел у меня не переполнен здесь всякие румяна бронзеры хайлайтеры вот эти вот очень симпатичные миниатюрки Bagama Mama некоторые писали что у вас не рыжий да но мне кажется что он все-таки немножко рыжеват этот оттенок не знаю с чем связано очень классная румяна и естественно Mary Lou дальше вот этот вот знаменитый мастер контур от Maybelline у меня в оттенке 01 Light выглядит он вот таким вот образом периодически также пользуюсь здесь база чтобы о ней не забыть она у меня лежит поближе хайлайтер от Mimimi два аналога друг друга 17 и MAC 17 в оттенке 03 MAC в оттенке Harmony двое румяшек это blush sculpt от L'Oreal и оттенок 03 это кстати оттенок 201 видите soft rose и оттенок и оттенок 03 от Belle и здесь на данный момент хайлайтер который я больше всего люблю от Lame хайлайтером я пользуюсь не каждый день к слову немножко перемещаемся здесь здесь у меня находятся палетки это Naked Basics я думаю все уже знают как она выглядит это Burbundi Bar мне очень нравится эта палетка и она довольно таки стойкая если я ее использую на Paint Pot от MAC дальше вот эта вот палетка Master Blush от Maybelline в принципе мне нравятся эти румяшки но почему-то у меня не тянется рука к этой палетке не знаю пока она у меня лежит заива ждет лето если летом она мне не пойдет не зайдет то я ее продам наверное вот так вот она выглядит и точно такая же участь ждет вот эту вот палетку заива Taub как-то тоже не тянется мне к ней рука также здесь у меня лежит масло для кутикулы и здесь два крема я пользуюсь и тем и тем и беру их с собой в сумочку потому что этот очень плоский хоть здесь и 44 миллилитра но он выглядит довольно таки маленьким и вот этот вот новенький дорогущий крем вы спрашивали как он мне для зимы он действительно хорошо увлажняет он хорошо работает но вы моете руки и вся эта пленочка смывается то есть какого-то вау эффекта я от него не увидела то есть за полную стоимость я бы его не приобретала теперь что хранится у меня здесь это биодерма вы все о ней знаете она нужна мне на туалетном столике силиконовая база от элизабет арден ножнички тоже фирмы лэтуаль того же цвета что и щипчики дальше у меня здесь трое тенюшек от физишнс формула они так наборчиками продавались тенюшки от бэйл матовые тенюшки от буржуа можно использовать как хайлайтер очень мелкий помол очень такой нежный перелив оттенок это оттенок 08 еще там какой-то 05 что ли подобного цвета paint pot от мак ему уже год ничего с ним не случается вот так вот выглядит края немножко подсохли но тем не менее он очень-очень такой жирненький очень мягкий и вполне оправдывает свою стоимость оттенок хокс или хаукс не знаю как правильно от мак очень такой хороший оттенок в складку века и не банальные что самое главное Clorans вот эти вот тени ньют беж двое теней от The Bal вот такие вот и из палетки с мужчинчиком фиолетового цвета знаменитый пигмент ванила и пигмент от VG для черного темного смоки все в этой коробочке все это собственно крышечка от того донышка где стоят помады теперь палетки которые лежат здесь это палетка румян и хайлайтеров от Lamelle оставила здесь в общем вот эту вот крышечку оставила здесь чтобы было видно название видела вчера кстати их в магазине очень бюджетные оказывается средства поэтому доступны каждому также здесь лежит VG супер гипер пигментированные тени уже сделала отдельное видео на днях появится на канале зацените реально они также передаются на глаза то есть сейчас я вам покажу зря я это сделала потому что теперь буду показывать вам все с красной рукой и с вот такими вот следующая палетка от Lamelle вот такая вот здесь растяжка рыжий вот этот вот мне не нравится для бровей тени для бровей очень даже хорошо а растяжка очень красивая но тени слабовато конечно по качеству здесь тени наполовину есть крутые есть ну не очень мягко скажем вот а что касается вот этих вот вещей для бровей они красивого цвета кроме того здесь прикольный хайлайтер и очень носибельные оттенки помад учитывая то что продукт очень бюджетный можно из него выбрать то что вам нужно ну что ж теперь вы видите все это правильно как это лежало на самом деле и это все это вся моя коллекция декоративной косметики на данный момент я жду еще одну посылку декоративной косметики от эсти лаудер и надеюсь в скором времени вам все очень подробно оттуда покажу пока я не собираюсь ничего докупать ну вот кроме эсти лаудер собственно возможно прикуплю вот этот акванют но тогда когда немножко разгребу свои тональные основы которые у меня есть акванют буквально на неделю еще и он заканчивается кроме того планирую немножко разрезти свои помады потому что многие из них заканчиваются хватит хранить их с тушами как видите у меня очень много туши возможно какие-то румяшки новые приобрету и возможно парочку новых палеток теней вот но этого и так будет предостаточно этого и так много я вижу что вы просите снять видео о коллекции парфюмов вот их у меня вот так вот немножко и один парфюм еще у меня появится на 8 марта если вы считаете что нужно снять напишите внизу я обязательно сниму об этих парфюмах возможно включу туда несколько любимчиков из вот этой вот моей коллекции пробничков вот и пишите в общем что вы хотите возможно о помадах отдельно возможно о карандашах возможно о тональных основах пудрах тенях ну в общем пишите что вы хотите и я обязательно читаю все комментарии практически всегда отвечаю на них и до скорых встреч пока 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 пока